Слава Богу! Прямая трансляция на ютубе, 25 февраля вечера. Слава Иисусу Христу! Слава нашему Спасителю, Господу, Богу Всемогущему! И ни в ком другом нет спасения, дамы и господа, братья и сестры! Ибо нет другого имени под небом, данного нам, людям, которым надлежало бы нам спастись. Слава Искупителю рода человеческого! Благоставляю всех вас, дорогие друзья, приветствую всех именем Господнем. И сегодня, в этой вечерней молитве, благоставляю вас, благоставляю это время во имя Господне. Благословен Бог наш, всегда, ныне, пристно, во веки веков. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Царь Небесный, Утешитель, Дух Истины, Ты, Который везде присутствуешь и все собой наполняешь. Сокровищница благ, жизнеподатель, Ты пришел и вселился в нас, и очистил нас от всякой скверной, и Ты спас благой души наши. Святый Божий, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, хвала Тебе! Святый Божий, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, слава Тебе! Святый Божий, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, слава Тебе! Пресвятая Троица, Боже наш, слава! Слава и хвала в этот вечерний час. Благодарю Тебя, Господь, благоставляю великое имя Твое. И благоставляю всех моих братьев, сестер, всех подключающихся к этому прямому эфиру. Во имя Иисуса Христа. Благоставляю во имя Господне. Да благоставит Тебя Господь и сохранит Тебя. Да призрит на Тебя Господь светлым лицом Своим и помилует Тебя. Да обратит Господь лицо свое на Тебя и даст Тебе мир. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Братья и сестры, сегодня есть тема для молитв. Есть слово от Господа, Божье, Святое Слово. И сегодня я делился и на утренней молитве. Здесь, в нашей Киевской архиепископии. Делился в собрании церковным Словом Божьим. Делился по Евангелию от Иоанна. Девятый раздел. Девятая глава. Ну и также часть, как продолжение. Десятой главы тоже читал. До одиннадцатого стиха включительно. И все это чтение сегодняшнее стало таким, как неким пророческим таким чтением. Но я не буду повторять то, что уже звучало сегодня утром и что звучало расширено в собрании. Собрание служения само записывалось на видео. И даст Бог уже вот скоро получится все выставить здесь, на этом канале Ютуба. Вы сможете сами посмотреть, как бы окунуться в эту атмосферу собрания. Прочувствовать все это. Я надеюсь также и верю тоже в то, что не только видео, аудио, информационно записывается все это. Но и слушая, смотря служение, собрание, мы соприкасаемся с этой атмосферой собрания, самого служения. И Божий Святой Дух, действующий, действовавший в собрании том христианском, он действует и далее, и далее, и порой еще более и более. В судьбах людей, которые вот так через аудио, видео слушают, смотрят. И слава Богу, я сам просто лично это переживал не раз уже. Просто я говорю не только то, во что я верю и на что надеюсь сейчас, но даже и то, что я знаю. Даже то, что я знаю лично, потому что из своего уже личного опыта христианского, потому что часто смотря программы, вот слушая записи христианских собраний, богослужений, разных очень конфессий, католических, православных, различных протестантских собраний, баптистов, хризматов, адвентистов, писядников, включая порой разные эти каналы. Очень люблю канал Надия, христианский канал Надия, адвентисты седьмого дня. Слава Богу за наших братьев-адвентистов и за этот канал Надия, который очень часто на самом деле меня окрыляет, вдохновляет, очень сильно благоставляет Словом Божьим, служением и участвую в собрании, получается, включаю, допустим, и участвую в собрании. Киевско-еврейско-мессианские общины тоже в субботу часто включаю, и другие мессианские общины с Израиля, с Америки включаю и вот нахожусь в этом собрании. Слава Богу за интернет, слава Богу, что он дал нам интернет, действительно, сегодня как мощнейшее такое средство, достижение многих людей и друг друга. Слава Богу за все. Вот и слава Богу, я вот имею канал этот на Ютубе, и правда он немного так не систематизирован, и здесь у меня все сразу, как бы и проповеди, и лекции, и семинары, и просто путевые заметки, дорожные беседы, вот как я с Кифой в эти дни записывал во Львове. Я был во Львове целую неделю, вот, и очень благоставлен этой поездкой, и очень рад тому, что вот Бог усмотрел мне быть таки в этот раз во Львове. Надеюсь, что следующая поездка будет не с таким большим перерывом, может даже уже и вскоре. Бог усмотрит Ильгова Ира. И там был тоже в разных собраниях, участвовал, и записи уже выставил в сети, уже загрузил все, это, значит, в баптистском, в писятниках вначале, был у писятников Боечко, церковь Воскресенье, замечательная же церковь, я очень люблю это собрание, и пастора Боечко Василия Михайловича очень люблю, обожаю просто этого служителя, и, знаете, для меня это старший брат, и пример в служении Господу. Потом был харизматичный церкви, значит, Агапа, Агапа, значит, Макетышин, Андрей Макетышин. Кстати, вот я пока собрание ехал с нашего, это там во Львове я взял распечатки такие в собрании, пророчия переживания, выпуск первый. Вот, и вот здесь выписка из Нового Завета, цитаты апостол Иоанн Иван про любовь. Вот, замечательная подборка, как раз такая вот. Я это перечитывал, как раз, пока ехал в метро, вот сегодня после собрания уже. Вот, и с удовольствием начал чтение вот самого Андрея Макетышина, его пророчия слова «Звильнити сердце для Бога». Вот так вот его послание называется. Я прочитал его здесь. Я украинский мову разумею, а лишь вот так читать не могу так быстро, но в этом есть своя прелесть. Когда читаешь медленно, и вот учишься правильно читать, то как бы глубже углубляешься даже порой в это слово. Ну, у меня так, по крайней мере. Вот Андрей Макетышин, пастор пишет здесь. Вот, и в самом начале он ссылается на 1-й Коринфянам, 14-м разделе, 14-й главе, 1-й стих. И он дальше, в котором написано, «Дбайте про любовь и про духовное пыльнуйте». Пыльнуйте. А наибильше, щоб пророкувати. Вообще, даже знакомое местописание, но когда вот на другом языке мови, вот в частности здесь украинской, читаешь, что, не знаю, как-то особенное переживание. На английском, да, особенное переживание. Вот. И дальше, вот, на основе цего местописания я дозволю собі поделитись з Божою Церковью моим особистым плодом пророкового слухання. Вот, замечательное слухання, красивое. Мова украинская вообще очень красивая, да? Мені дуже подобается вообще. Как будто песня такая, как будто она спета. Не как будто просто она рассказана была, а как будто она была спета, выпета, спета. Замечательно. Вот. Начал читать. Вот, как раз и я очень рад тому, что с пастором Андреем Мегетышиным вот Господь так вот дал возможность. Я верю, это было свыше наше знакомство. И уже не первый раз я у них в собрании, вот в прошлое воскресенье я у них проповедовал в собрании Церкви Агапа. Я настоятельно рекомендую просмотреть записи этого служения, вот, и окунуться в эту атмосферу служения, собрания, атмосферу Духа Святаго. Слава Богу. Вот. Но это отдельное послание, это сокровище отдельное. И, я думаю, еще досчитаю, во-первых, сам, во-вторых, там сделаю некоторые выводы, уже некоторые выводы сделал для себя, для особистого пророческого слышания. Слышание. Слава Богу. Да, и читаю украинскую мову. Кстати, вот, Новый Завет, Евангелие, в частности, Евангелие. Это Богослужебное Евангелие, издание вот Киевского Патриархата. И вот, и с удовольствием читаю, размышляю над Словом Божьим, вот, и эти размышления, они, знаете, оживляют это Слово, животворящее. Сейчас, в сей час, в это время, в эту минуту оживляют, оживляют. И это Слово, оно уже не просто, когда мы размышляем, углубляемся в это, оно не просто повествует нам о делах давно минувших дней, не просто оно говорит нам о том, что было когда-то, колуистом, да, а которые события происходят сейчас. Знаете, это потрясающее сопереживание. Вот, конечно, и когда читаешь другую литературу, про художественную литературу, да, вот порой их читаешь, и если много читаешь, то воображение так вот развивается, да, и ты как будто сопереживаешь автору. Вот, и вот я роман «Воскресенье» Льва Николаевича Толстого перечитывал как раз, вот, и когда, вот, последний раз недавно, и, значит, и перечитывал, и вот, знаете, вот это сопереживание, вот это, как бы чувствуется вот это сердце автора, да, хотя давно он уже умер уже, да, Льв Николаевич, но, вот, знаете ли, столетие прошло уже, но все равно вот как будто сопереживаешь, как будто вот он с тобой, и ты с ним вот переживаете вот об одном, как бы смотрите на вот этих людей, которые любят, страдают, завидуют, друг против друга восстают, или же наоборот заступают друг за друга, вот, по поводу той Масловой там и всех прочих там, знаете ли, но, как бы это отдельная история. Вот, любая книга, она оживает, если ты к этому подходишь творчески, и действительно, да, сопереживаешь, сострадаешь, а тем паче Библия святая, потому что автором ее не просто граф является, или какой-то известный другой человек, а сам Господь Бог, Духом Святым, вдохновлявший пророков. Вообще удивительно, вот я, допустим, даже немного прочитав из пророческих этих слов, переживаний, вот пророчие переживания, именно вот это слово, то, что я взял там перед собранием, успел взять, у них такие распечатки там на столах лежат, вот, в этой церкви Агапа, где я был, как раз, и я очень рад, конечно, вообще, что взял, не пожалел, как бы лишний раз, не лишний раз, как бы убедился, пока дают, бери, вот, иметь возможность, бери сразу, тем более, что в церкви предлагают, там плохому не научат, знаете ли, тем более, если церковь действительно движется в пророческом таком помазании и переживании Духа Святаго, вот, и я очень рад тому, что из того, что я даже прочитал уже и осознал, то, знаете ли, вот, пастор Андрей, он Божий человек, Божий помазанник, я во Львове очень рад вот этому знакомству с ним и общению с этим человеком Божьим, вот, и, знаете, я особенно переживал и переживаю, вот, перечитывая его пророческое, вот это видение, да, пророчие переживания, знаете ли, вот, его сердце, его душу, вот, переживаешь, и когда читаешь, допустим, тех же самых пророков в Писании, да, евангелистов, апостолов, конечно, ты все переживаешь и, как бы, ощущаешь их, вот, действительно, их сердце, их душу, но наипаче, Духа Святаго, Дух Святой, он действительно, знаете, величайшая личность во Вселенной, величайшая личность, которая действует через нашу личность, через нашу вот эту особистость, и он действительно проявляет себя просто удивительнейшим образом в судьбах верующих, слава Богу, а наипаче, вот, в Писаниях Божественных, и сегодня читал, размышляя утром, ну, еще до того, как Евангелие от Иоанна открыл, 9 раздел, 9 главу, читал здесь из Евангелия вид Марка, глава 6, 6 глава Евангелия от Марка, и здесь начало 27 до одного разу, когда вышел Иисус из човна, впозналы его они обижали эту землю, они приносили своих вот этих больных людей, приносили, только лишь узнав, что он там, что он есть, и куда только не приходил, он или в село, 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 или в село на перехрестях клали недужных и просили его, чтобы им доторкнулись, хоть до края одежды его, и те, которые доторкались до него, исцелялись. Я размышлял тоже утром сегодня, думаю, вот, ну, лишь доторкалось, лишь касались края одежды его, и они исцелялись, думаю, стоп, а во мне Иисус, он не просто, я, не просто я, как верующий человек, сегодня, знаете, вот, могу коснуться его, не только имею честь там прикоснуться к нему, нет, не край одежды даже, нет. Намного больше, даже то, что и не снилось вообще людям тем, в этой земле Генесарецкой, там, или где-то еще, в те времена, 2000 лет назад, Иисус не просто краешком одежды, а Он поселился во мне, как в человеке, как в храме своем поселился, так это ж, вообще, какая благодать, слушайте. И сегодня, кстати, вот я делился в церкви по этому слову, тоже об исцелении, вообще, вот, о чудотворениях, о дарах Духа Святаго. Вот, а сегодня, уже после собрания, уже тоже, вот, чуть пораньше, в том же шестом, в шестом разделе, в этой шестой главе, читал зачало, которое чуть выше, 26-й зачало. Здесь написано, и одного разу Иисус наказав ученикам своим увейти в човен, човен, ну, лодку, вот, да, човен, красивый так, човен, човны. Човны, да, вот есть тоже, в русском, старый такой, човны. Стеньки разина, човны, помните, да, вот эту песню, я тоже ее как-то в детстве любил. Кстати, не только в детстве, я помню эту песню читал, пел, даже там, значит, когда в карцере сидел за Христа, вот, за веру сидел, это еще в советской армии дело было, и когда вот это посещение Божье было, знаете ли, видел Христа, пережил Христа, я, кстати, делился этим вновь, и вновь во Львове, в собрании, посмотрите, я рекомендую настоятельно, я рекомендую, посмотрите мою проповедь, я даже отдельно ее, думаю, уже доработаю и выставлю тоже на ютубе, как свидетельство. Вот, для меня самого это было очень важно, это все снова высказать, снова все вспомнить, рассказать, слава Богу. И я там пел песни, какие знал, я мало знал христианских песен, ну, церковные какие знал, я вот пел, и вот народные песни, даже вот простенькие разины, челны, но у меня было все так торжественно, так вот. И вот че он, куда увешев, да, Иисус с учни, а, не, Иисус с учни, и переправитись раньше за Него, на той биг до Вевсаиды, пока Вин відпустить народ. И вот, и, то есть, народ, он должен был отпустить, он еще с ними прям побыл, а учеников отпустил, плывите туда, на другой берег. А то биг. И, видпустивши их, пешов на гору помолытись. Картина такая представляется, он поднялся на гору, молиться, отпустил народ, народ ушел. Вообще прекрасно, что Иисус, он делал действительно, общаясь с людьми, исцеляя народ, в то время находил и поднимался, и молился. Увечери човен був посеред моря, Вин один на земли. Не знаю, как-то я, вот, сегодня после собрания, когда пришел, и вот, стал это перечитывать, знаете, я вот, у меня какой-то другой образ возник, ну, знаете, как бывает, читаешь, и вот, порой другой совершенно образ возникает. Вот это, что Вин один на земли, у меня не просто на земле, в смысле, вот, на берегу, а вот на земле вообще Вин один. И вот настолько, как-то особенно пережил сегодня после собрания, уже вот, вот, перечитываю, что Вин один на земле. Ну, дальше написано, и побачив, как они «Знамагали уплаванье, бо вітер им був зустричний. Близко до четвертой осторожи ночи Пришов до них, идучи по морю, И хотив промынуты их». Вообще, знаете, это вот, перечитывая и вот на русском языке, и вот и украинской мовы, там, размышлял тоже, думаю, стоп, интересно. Ведь он знал, что ветер противный, встречный ветер, да, что им тяжело будет, и что они там не доплывут вовремя, они будут в таком тяжелом положении посреди моря. И знаете ли, Бог нас порой посылает, конечно, зная, что будет и противный ветер, и испытания какие, но он нас посылает не на мучения, не на страдания, а для чего-то другого, и для чего-то великого. Вот, как сегодня читал я утром из Евангелия Теана, с девятой главы, где, значит, говорилось, что не то, что там он согрешил или родители, нет, чтобы явились дела Божьи. И вот здесь, какое дело Божье? Я думаю, что уже они достаточно видели чудес, переживали близости Бога, святости Бога, чудотворений этих уже достаточно много. Здесь в холодильнике там теребали, ну ладно, ничего. Вот, и знаете, я думаю, его волей, его хотением было не видеть страдания учеников, мучения, борьбу с ветром противным, противостоящим им, вот, они там в лодке в этой, вот, близки, может быть, там кораблекрушению, там, значит, там, страх какой-то, нет. Я думаю, что Господь ждал от них нечто большего, чем просто борьбы. Я думаю, Он ждал от них чуда, Он ждал от них действительно вот этого решения идти по воде, не знай, запретить этому морю, чтобы была тишина. Ну, одним словом, сделать чудо. Он ждал от них, видимо, вот такого решения. И здесь интересно, что воныш, побачивши, що він іде по морю, подумали, що це привід, вот, привід, подумали, що привід, привіддение. І закричали, бо всі побачили його і стривожилися. І зараз же заговорив з ними і сказав им, підбадьориться, підбадьориться. Так красиво так, да, в українському смачно так. Бодрость, то, значит, это уже підбадьориться. Слово таке надо будет, його тоже выучить. Підбадьориться. Підбадьориться. Красиво. Фу, Ісус как-то так сказал, підбадьориться. Це я, не бійтеся. Фу, Исус как-то так. Фу, Исус как-то так. И увійшов до них у човен. И вітер, вітер стих. И они надзвичайно про себя жахалися. И дивувалися. Бо незрозуміли і чудо з хлібами. Тому що серце їхне було скам'яніле. Скам'яніле. І переправившись, прибули в землю Генесарецку. І причалали до берега. Такое чтение сьогодні у мене було. Після собрання вже. І с удовольствием ділюсь этим переживанням. Вот. І спасибо, Господь. Спасибо. Спасибо. Сегодня Бог ждет от нас тоже чудо. Я на собрании сегодня примером, еще иллюстрацией такой, привел старую татарскую сказку народную. Все-таки по матерям татарин. Вот. И татарская сказка. Наверное, многие из вас слышали ее. Про двух мышек. Вот. Про двух мышек, которые упали в крынку, там, с молоком. Вот. И они барахтались, барахтались. И одна из них плюнула, лапки скрестила. И, короче, потонула. Вот. Чему бывать, того не миновать, как бы. И, в общем-то, что бороться, если уже и так понятно, что мы трупы. Короче, сдалась рыбка эта и, значит, померла. Утонула. А вторая нет. Как шальная. Она продолжала бороться. Вот. Что есть сил. Через не могу. И боролась, боролась. И пока не взбила маслица. И потом выбралась наружу. Вот так вот. И сегодня я как раз сказал тоже, вот, вот, не только эту сказку, старую, народную такую татарскую сказку, но мудрую, кстати, сказку, да. Вот. Но и вот такой вывод, который я сделал, читая Писание, размышляя. И вот как эту сказку, как пример приводил. И сказал примерно такие слова, что на собрании, что Бог очень любит вот тех мышек, как бы, которые борются, которые сражаются. Вот. До конца. Вот. А дьявол очень любит вот других мышек, которые лапки скрестят. И будь что будет, все от Бога. Принимаем все. Вот так вот. И будьте теми людьми, которых любит Бог. Вот. Сражаемся, побеждаем. И действительно, тоже еще сегодня размышляя, сказал в собрании, тоже поделился тем, что для нас, для землян, будем так говорить, то, что является, как в украинском, надприродно, да, сверхъестественно, выше нашего естества, неестественным является. А в Божьем святом измерении, в Божьем святом мире является как раз естественным и правильным, обычным явлением. Вот. И очень многое из того, что в человеческом мире является естественным, натуральным, природным, кажется, само собой разумеющимся вообще. Вот. Наоборот, в Божьем святом мире, который так приоткрыт нам через Писание и молитву, общение с Господом, действительно, в Божьем мире является неестественным и противоестественным даже. Вот так вот. Пусть Бог благоставит нас всех, дорогие друзья, братья и сестры, размышлять, вот, размышлять над Божьим святым словом, чтобы Божье естество, Божье естественное, действительно было, пусть оно кажется нам и сверхъестественным, но, или неестественным, но, действительно, наше естественное, наше бытие. Потому что наше царство, Божье святое царство, оно не от мира сего, Божье святое. И вот и Великий Бог, этот Псалом тоже сегодня пел, и можем вместе спеть хотя бы первый куплет. Божье святый Бог, когда на свет посмотрю, и увидел все, что Ты создавал в красе, Я, как каждый цвет, складал Тобя по шану, и как обняв любовью Тих усих. Тоді Господь, мой дух, співа Тоби, как славен Ты, как славен Ты. Тоді Господь, ми дух, співа Тоби, як славен Ты, як славен Ты. Дякую Тоби, Господи. Благословен Ты, Господь, Бог наш, Царь наш, Владыка наш, Спаситель наш, Искупитель наш. Благодарю Тебя, Господь Всемогущий, за Твое чудо, за жизнь вечную, бесконечную, за кровь, пролитую на Голгофском кресте. Благодарю Тебя, Боже Всемогущий, за Святую Евхаристию, хлебопреломление. И сегодня, Боже, открывая Слово Твое, мы также преломляем хлеб жизни. Ты есть наш хлеб жизни. Твоя кровь течет в наших жилах. Мы с Тобой одной крови, Ты и я. Мы с Тобой одно тело, Ты и я. Мы с Тобой одна кровь, Ты и я. Господь, слава Тебе. Боже, благодарю Тебя, Господь, за все. Благословляй моих братьев, сестер, во имя Господа Иисуса Христа. Благословен Ты, Бог наш, и благословен на Царство Твое, Отца, Сына и Святаго Духа. Аминь. Аминь. Благословляю всех вас, дорогие друзья. И сегодняшний вечер, я вот сказал с самого начала, что есть тема для молитв, такие очень некоторые, такие сложные темы для молитв, сложные в плане информатики. Сами темы, я имею в виду, не сама молитва. Вот, хотя порой и молитва бывает непростая. Молитва брани, допустим, да, она очень непростая молитва. И вот, сегодня это воскресенье, неделя торжества православия. Вообще, по календарю православной восточной церкви, первое воскресенье Великого Поста. Отпостились. Первое воскресенье Великого Поста, и оно называется неделя торжества православия. Здесь Великий Пост, как и другие посты, в нашей церкви, именно в нашей юрисдикции православных много разных церквей. Канонических, неканонических, второканонических, разных. Но в большей части православных церквей, так принято, к сожалению, до сих пор, пост, он такой, ну, будем так говорить, добровольно принудительный. Сейчас церковь отделена от государства, слава Богу, вот, поэтому у нас нет такой принудиловки, как раньше было, там, до революции. То есть, за это сейчас не сажать в тюрьму, не штрафуют там, нет репрессий за, допустим, плохое выполнение поста, или, тем более, за отказ, там, поститься. Уголовное наказание было в царское время, вот, и, слава Богу, сто лет назад, уже больше, чем сто лет назад, уже сто один год тому назад, это все было отменено. В начале 1917 года, когда была революция, и самодержавие царское, прогнившее уже насквозь тогда, Николай Кровавый, как его тогда, значит, в народе называли, или потом назвали Кровавленый, ну, короче, там, как, ни крути. То есть, тогдашнее царское самодержавие прогнило насквозь, конечно, и гниль самая была большая, даже не политическая, даже не что-то еще там, а именно, большей частью религиозная гниль была, к сожалению. Вот, увы, огромнейшая империя, прогнившая насквозь, она внешне еще выглядела довольно, знаете ли, так шикарно, особенно вот накануне всего этого падения. Знаете, вот стены такие прекрасные, внешность такая прекрасная, 1913 год, там, все было вообще, как бы, в ажуре на весь мир, вот. Но внутри все уже, ну, на курьих ножках вся эта стояла избушка, одним словом, уже все шатнулось, и, в общем-то, все было гнилым. Ткни, и все развалится, как вот потом история показала. Так вот, и в начале 17-го года, когда пало царское самодержавие, то и впервые в истории тогдашней бывшей империи российской пришло к власти первое в истории демократическое правительство во главе с Александром Керенским, так называемое временное правительство. Вот, и одно из первых его решений, это как раз религиозный вопрос, отказ от государственной религии, свобода совести полнейшая, свобода совести в империи. Были отпущены узники совести на свободу, это десятки тысяч узников совести по всей Российской империи, тогдашней, вот, особенно с Украины. Очень много было узников совести, это и баптисты, и молокани, и духоборы, старобрядцы, и кого только не было. Вот, адвентисты, субботники, и харизматы тогдашние, прыгуны, там, как называли их там, штунды и прочее, прочее. То есть, очень много разных течений, и десятки тысяч людей томились в узах, вот. И, кстати, при царском самодержавии для... это как часть... это я рассказываю почему, потому что это как у нас не просто вечерняя молитва, а еще и как часть семинара. Хотя, можно было это разделить, в общем-то, ну, ладно, как уже идет, так идет, пусть в трансляции. Значит, и, значит, при царском самодержавии были амнистии, когда отпускали даже террористов с бомбами, как говорится, да, пойманных на свободу, там, таких негодяев, как Ленин, там, и прочее. Вот, отпускали даже на свободу. Но ни по одной амнистии царской ни один из евангельских верующих не был отпущен. Евреев и, значит, евангельских верующих, ну, тех, кто сидел по религиозным статьям, я имею в виду, не отпускали, держали, значит, в узах, и только лишь при Керенском были отпущены узники совести. Была отменена принудительная десятина, ведь в царское самодержавное время все были обязаны платить десятину, знаете ли, не за совесть, а за страх. Уголовное было преследование за отказ, ну, отказ, никто не отказывался, потому что боялись наказаний, вот. А частичное утаивание, допустим, там, десятины каралось очень жестко и штрафами, и острогом, тюрьмой, в общем-то, много всего было изменений в царское, то, что было, значит, знатели до революции. И одно из изменений, как раз, вот, касалось, вот, тоже, вот, и евангельского христианства, и православия, в частности, вот, посты, вот, от чего я начал-то, о постах-то, что посты были не отменены, а всякое уголовное преследование за несоблюдение постов традиционных православных было отменено. И, фактически, все население отказалось от постов и постных дней, то есть, за редчайшим исключением, значит, люди отказались массово, вот, потому что, вот, такое, знаете ли, много столетий этого гнета, такого православного самодержавного гнета показало, что народ в толще своей все это не принимает, потому что то, что насилием насаждается, все это, знаете ли, оно недолговечено, на самом деле. Народ все-таки ждет православия и вообще христианства другого, иного, не принудительного, добровольного, любовного, незаконического, знаете ли, вот, не того, что мы знаем, как православие, допустим, таких там, извергов, чикатило в рясах, как Иосиф Володский, Геннадий Новгородский и прочие, так называемые, святые, не святые. Вот, ждет православие и ищет православие, такого, как православие Нила Сорского, Сергия Радонежского и других отцов, которые действительно православие, как именно любовное православие, православие христианское. Не православие инквизиторское, не православие насилия, костров инквизиции, а православие любовное, православие, как именно христоцентричное. Вот такое, как в наше время уже Александр Мейн, в общем-то, как раз и являл, проявлял такое православие. Недаром до сих пор в таких религиозно-мафиозных коррумпированных кругах его православных до сих пор ненавидит просто лютой ненавистью. Потому что все просто, его реформа была вся в том, чтобы вернуться к Иисусу, к основанию, к любви Божьей и возлюбить Бога, и себя, и окружающих. В общем-то, все очень просто, гениально все просто. Вот, реформация, дамы и господа. Есть деформация, как деградация, отступничество, а есть реформация, как покаяние, исправление, действительно. Восстановление изначально данного нам, как говорил один из отцов церкви, еще раннего христианства, Киприан Карфагенский, архиепископ североафриканский, лидер североафриканского христианства, еще в третьем столетии, тогда нашей с вами церкви, церкви Иисуса Христа было всего лишь там, ничего, всего лишь 200 лет. Это сейчас уже 2000-летие, знаете, тогда церковь была еще молода, 200 лет всего лишь от родов, как говорится, христианству было. Так вот, и лидер североафриканского христианства, в то время, когда еще в Колизее кальвам бросали потехи ради братьев наших, сестер, вот так вот, время было непростое. И Киприан Карфагенский говаривал, экклезия семпер реформанда, церковь непрестанно реформируется. Еще перевод есть, церковь всегда обновляется, но это неправильный перевод, но это полуправда. Полуправда. Буквальный перевод, семпер реформанда, это непрестанно реформируется, постоянно реформируется, в каждом поколении реформируется. И по мысли этого отца церкви, Киприана Карфагенского, которого святыми в католицизме и в православии считали, он, по мысли этого отца, церковь либо реформируется, либо деформируется, либо реформанда, либо деформанда. Что мы выбираем? Я выбираю реформанда. Я отказался от деформанда. Отказался от деформации, выбираю реформацию. И даже в названии нашей церкви, вот мы обозначили реформаторская православная церковь Христа Спасителя. Не деформаторская, а реформаторская. То есть церковь покаяния, церковь исправления, церковь работа над ошибками, церковь смирения, церковь любви. Вот именно вот, не имеющий пятна, порока, чего-либо подобного. Это не утопия, это Божье желание. Он хочет видеть такую церковь. И не важно, какой мы конфессии, деноминации, не важно, важно, какого мы духа. Кто духа Христова не имеет, тот и не его. Как бы он ни назывался, православный, кривославный, инославный, как бы он ни именовался вообще. Какие бы вывески не имел, какие бы рясы и ризы не имел бы. Кто духа Христова не имеет, тот и не его. А действительно, дух Христов, это дух любви. Самая пожертвенная любви. Слава Иисусу Христу, слава Господу. Вот, ну я так далеко зашел, исторический такой экскурс сделал. Неспроста. Да, потому что сегодня неделя Тожеста православия. И сегодня воспоминания большей частью такого инквизиторского православия. Сзади меня видите образ. Это хоругвь, церковное знамя с изображением Христа. На мне видите тоже изображение, да. Панагия, знак епископской власти. Крест. Креста панагии. Вот знак, что архиепископ. Архиепископский клобок, значит, там, митры, значит, там, как бы, ну, какие-то элементы религиозные. Ну, вот, особенно вот образ, да, он, как бы, традиционный православный образ. Само, кстати, само изображение, это вот картинка самая купленная еще в лавре, по-моему, кстати, я не помню. Отец Алексей Гущин покупал, по-моему, он так. Вот, значит, и делалась такая хоругвь, церковное знамя. Слава Богу. Вот, как картинка, образ, иконос, да. Я не против икон, как некоторые там тоже, как бы, полемизируют порой со мной, я говорю, я не против икон, не против изображений. Я сам даже использую в своем служении часто образа. Но я против почитания икон, против поклонения им, тем паче. Вот, значит, и использование в религиозной практике их, то есть, через образный первый образ. Вот это ерес, конечно, это сумасбродно. Она совершенно не христианская, она еретическая, она, в общем-то, ничего общего с христианством не имеющая, конечно. Но она очень укоренившаяся, к сожалению, для обывателя нашего вообще, как бы, ставшая неотъемлемой частью православия, к сожалению, увы. Вот, и сегодня воспоминания такого инквизиторского православия, потому что, значит, ну, те, кто мои лекции слушал, все знают, о чем я говорю. Те, кто не слушал, послушайте, рекомендую, настоятельно рекомендую. Так наберите на ютубе, ну, на этом же канале полно видео. За прошлые годы разные семинары по истории христианства. Уже новый семинар, я думаю, что запишем уже, ну, после Пурима, получается, да. Может, получится в этом семинаре в эти дни как раз что-то тоже рассказать очень важное. Тем более, что у нас будет пост эсфири, значит, 28-го числа, февраля. Кстати, да, хорошая тема будет тоже об этом поговорить. Так вот, и всем нам, христианам, действительно необходимо быть евангельски верующими. Я об этом говорил, кстати, во Львове в эти дни тоже. Я вот упомянул в начале самом, что проповедовал во Львове в эти дни, значит, у писядников церковь Воскресенья, значит, на их богослужение. Потом, значит, в церкви Агапа, значит, Воскресное служение был там у них на собрании, делился словом. И еще был в баптистском собрании, баптистская церковь, или Бильша Благодать называется церковь, на Лемкевске, 3. Там они арендуют помещение, значит, там проходит богослужение каждое воскресенье, там и в среду у них собрание, поэтому приглашают тоже. Вот, а церковь Агапа, это, значит, Стрийска, улица Стрийска, невесте 2, там как раз проходит богослужение. Вот, пусть Бог благоставит вас, дорогие друзья. Я, значит, знаете, наверное, с семинаром отдельно запишу все-таки эти видео. Да, здесь у меня еще и вызов идет еще. Да, звонок, да. Алло, алло, Коля, я чуть попозже позвоню, ладно, потому что сейчас я здесь, буквально через минутку. Ладно, все, тогда с Богом. Да, как раз Коля здесь, старший сын, звонил, да. Звонил сейчас старший сын просто по скайпу, я, значит, сейчас с семьей поговорю. Вот, а вам всем доброй ночи, благоставляю на Добранич, благоставляю благоставением священников, вот, и благоставляю ваши семьи, благоставляю сейчас свою семью. Сыновей, дочерей своих, у нас шестеро детей, уже внук они нарастет, слава Богу. Зятя свой благоставляю, кстати, спасибо огромное всем за молитвы, за поддержку. Зятя сейчас находится в репцентре, на реабилитации, вот, значит, восстанавливается как служитель, слава Богу. Вот, дочь с внуком пока у нас, вот, вот такой рассказ. Вот, сейчас я буду говорить со своей семьей. Ну, а вам в завершении под занавес благоставения Господних, завтра утречком, да, Боже, в шесть утра по киевскому времени, в семь по московскому получается, подключайтесь к трансляции. Вот, и в шесть вечера тоже, давайте так договоримся, по киевскому времени в шесть утра и в шесть вечера. Буду стараться, но я не всегда получается, к сожалению, подключаться, но буду стараться подключаться. следите за новостями ну и тех что записи делаются, трансляции они все сохраняются здесь на этом канале, поэтому можно их будет посмотреть в другое время, если вы не попадаете в эти часы пусть Бог благоставит вас да, и как раз семинар собственно, давайте договоримся предпуримный завтрашний вечер как раз утром молитва и кое-что расскажу об этом предстоящем полный сам семинар предпуримный, это 28 число будет у нас пост эсфири благоставляю вас спасибо огромное всем за внимание спасибо кто подключался, подключился благоставляю, люблю, обнимаю всех вас во имя Господа Иисуса Христа Бог действительно доказал к нам всем свою великую любовь, отдав сына своего, как с этим он не даст всего остального дамы и господа, братья и сестры, слушайте больных исцеляйте, мертвых воскрешайте прокаженных очищайте, даром получили даром давайте, благоставляйте во имя Господа Иисуса Христа пусть этот мир действительно увидит Божью славу и переживет эту Божью любовь, прощение, милость да благоставит тебя Господь и сохранит тебя да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир во имя Иисуса Христа аминь из города Киева, Божьей милостью архиепископ Сергей Журавлев реформаторская православная церковь Христа Спасителя мир всем вам аллилуйя да